Если мы ожидаем войны с каким-то государством, холодной или горячей, то мы выводим все эти активы из зоны влияния противника. Вот уже в 1914 году, я имею в виду в 1914 году, пахло в воздухе порохом. Было понятно, что не за горами мировая война. Но тогда, правда, не говорили мировая война, но говорили, что война с Германией. И мы где-то в первой половине 1914 года вывели все свои активы из банской системы Германии. Мы вытащили одну лапу, а увязла другая лапа. Непонятно, значит, во что же мы переложили эти самые десятки миллиардов долларов в трежерис. По моему мнению, это значительная часть в виде банских депозитов. Любой европейский банк имеет долларовые транзакции, которые проходят через платежную систему Соединенных Штатов, поэтому европейскими банками дергают за ниточки. А сколько раз финансовые регуляторы Соединенных Штатов штрафовали европейские банки? Там суммы штрафов в совокупности уже превысили 100 миллиардов долларов. И они каждый раз извиняются и говорят, больше мы так делать не будем. Спрашиваются, а почему вы такие покладистые? Ну, может быть, они действительно там что-то нарушали. Да потому что они зависят от Вашингтона. Их все долларовые транзакции проходят через Федвайер и другие платежные системы Соединенных Штатов. Так что это, знаете, страусиная политика. Если вы думаете, что вы переложили в Европу эти десятки миллиардов долларов, и их никто не достанет, вы глубоко ошибаетесь. В связи с Ираном сейчас опять возобновили разговоры о том, что, может быть, для обхода этих санкций нам следует все-таки вернуться к теме цифровых денег. А вы знаете мою позицию, цифровые деньги внутри страны – это нарушение российского любого национального законодательства. А вот как международные платежные средства вполне вероятно. Типа переводного рубля, как это было в Совете экономической взаимопомощи. Это же не был советский рубль. Это была некая региональная наднациональная денежная единица. Ну, она тогда была не в электронной форме, тогда еще не было такой компьютерной техники, таких телекоммуникаций. А сейчас это могут быть цифровые деньги. И, насколько я знаю, летом были встречи парламентариев Российской Федерации и Ирана, и как раз обсуждали вопрос об изучении возможности перехода на цифровые деньги в случае санкций против обеих стран. Скорее всего, так и будет. Мы и так в одном законе с Ираном, между прочим, да? Но я думаю, что скоро один и тот же будет набор санкций, что в отношении Ирана, что в отношении Российской Федерации. Фактически продолжается процесс превращения наших граждан в долговых рабов. Долговых рабов. Вот помните, этот был мировой финансовый кризис, он очень больно ударил по России. И вот тогда неожиданно вдруг пошла целая серия публикаций по так называемым долговым суицидам. Конечно, не всегда было возможно установить прямую причинно-следственную связь, но когда начинали разбирать историю человека, который себя отправил на тот свет, выяснялось, что он, как правило, клиент банка. Причем суммы-то были смешные. Люди не могли там возвращать кредиты на 10, на 20 тысяч рублей. То есть я бы так сказал, что здесь уже надо говорить не только о финансах, об экономике, здесь надо говорить и о геноциде. Потому что, кстати говоря, на Западе есть такое понятие, кредитные суициды. У нас этого еще нет. И более того, значит, правоохранительные органы стараются как-то угодить нашей банской системе, и они стараются какие-то суициды списать на другие причины. Собственно, сложилась Вестфальская система, суверенный государств. Это начало 17 века. И сегодня хозяева денег хотят стать хозяевами мира. Для этого они расшатывают национальные государства всеми доступными им способами, провоцируя различного рода экономические кризисы, дефолты. Вот сейчас, кстати, 20 лет дефолта российского. Это же ведь тоже спланированная акция. Это не просто так вот случайно получилось выпустить 100 тысяч заключенных. Это ведь тоже не просто некий такой гуманитарный акт, акт милосердия. И так далее, и так далее. Расшатывать вот эту вертикаль. Расшатывать вертикаль. Даже вот мы с вами обсуждали тему рынка. Ведь рынок — это горизонтальные связи. Горизонтальные связи, которые призваны ослабить и обвалить вот эту самую вертикаль власть. Под названием административно-командная система. И для чего все это, по большому счету? А для того, чтобы они могли прийти к власти. И это будет уже мировое правительство. И это будет тоталитарная система. И в этой тоталитарной системе будут рабы. И эта тоталитарная система будет иметь архитектуру под названием электронно-банский концлагерь. Поэтому вот все эти клипы информационные, если их складывать в пазл, то получается вот эта картина мирового правительства, электронно-банского концлагеря. Человечество как рабы. Причем человечество в размере 7 миллиардов — это слишком много. Останется где-нибудь один грязный миллиард. И один чистый золотой миллион. Вот примерно модель того общества, которое выстраивает в своем сознании хозяева денег. Ну вот 2000 лет назад в Древнем Риме действовал принцип хлеба и зрелищ. Когда Римская империя перестала расширяться, то денег перестало хватать. Казна опустела. Сначала исчезли зрелища, а потом исчез и хлеб. И поскольку они не были адаптированы к трудовой жизни, то они просто умерли. Ну, по тем масштабам историки говорят, это были сотни тысяч людей, которые привыкли к дармовому хлебу. Вот я не знаю, не могу сейчас сказать, какой сценарий будет социальный взрыв. Скорее всего, и то, и другое. Будут какие-то протесты, но люди даже по большому счету у нас в России не умеют протестовать. Вот тут приезжали наши греческие друзья, они говорят, вы как-то очень пассивные, очень неактивные. Я не могу вам сказать, какой будет исход. Думаю, что и то, и другое. Но если мы будем понимать планы нашего противника, если мы будем людям объяснять эти планы и будем объяснять методы, которыми они действуют, то есть шанс, что все-таки мы не проиграем это сражение. Вы знаете, как чиновнику ставится задача? Чиновнику ставится задача, значит, а под эту задачу, говорит, ты подготовь обоснование. Какое угодно, может, с кривыми там, с графиками, там, я не знаю, с формулами, со статистикой, но мне надо, чтобы у тебя было обоснование под наше решение. И это не только в правительстве, это и в банском мире. Вот у меня был один аспирант, который, значит, мне там рисовал какие-то формулы, рисовал, рисовал, рисовал. Я говорю, слушай, ты как не рисуй формулы, а все равно вот ты никуда не уйдешь от неполного или частичного покрытия обязательств банка. Я ему полгода объяснял, наконец на него дошло, что такое банк, в котором он работает и занимает достаточно видное положение. Он там какой-то аналитик. Я говорю, а теперь подумай, зачем ты вот делаешь эту работу? Полгода. Он объяснил, наконец, я дождался от него ответа. Он говорит, мы это делаем для своих клиентов, для того, чтобы клиенты нам поверили, что мы такие умные, мы такие цеголовые, мы все просчитали. И то же самое с чиновниками. У них такой же алгоритм. Заявление Кудрина свидетельствует о наличии некой мании величия у этого человека, потому что, по сути дела, он огласил те задачи, которые стоят перед государством российским целым, перед теми ветвями власти. Борьба с коррупцией – это, прежде всего, законодательная и правоохранительная ветв власти. Постановка каких-то целей и национальных идей – это, прежде всего, законодательная ветв власти. Много сказано было и о тех задачах, которые возложены на исполнительную ветв власти. Но это первое – мания величия. А второе – это то, что Кудрин, по сути дела, сделал антиконституционное заявление. Потому что в Конституции четко прописан статус функции и задачи счетной палаты. Счетная палата – это институт, который находится при законодательной ветве власти. И есть соответствующие нормативные документы, которые определяют уже более конкретно круг задач и полномочий этого института. Счетная палата фактически занимается во всех странах, которые мне известны, теми функциями, которые, условно, можно назвать аудитом. То есть это очень конкретная, не абстрактная деятельность, имеющая свои уже определенные методики и наработки. И все, что сверх этого – это от лукавого. В некоторых странах прямо так и называются эти институты – государственный аудит. В данном случае, я думаю, мы скопировали название с американского института, который называется Government Accounting Office. Так что в данном случае Кудрин явно превысил свои полномочия. До тех пор, пока он был частным лицом, он мог что угодно говорить. И это не влекло за собой никаких последствий. Сейчас он поставлен на отчетную палату. И, соответственно, каждое его слово должно быть взвешено. И за каждое свое слово он должен отвечать. С моей точки зрения, подобного рода заявления являются грубейшим нарушением Конституции, посягательством на Конституцию. И ваконно и логично ожидать каких-то реакций с стороны правоохранительных органов. Ну, скорее всего, никаких реакций не будет. Это будет еще одно свидетельство, одно еще подтверждение того, что у нас, по сути дела, государства-то и нет. Поэтому и, возможно, подобного рода заявления безответственные. Я как бы стараюсь более общую картину ухватывать. А более общая картина мне видится именно таким образом, что фигуры типа Кудрина, они специально вброшены в политическое пространство для того, чтобы генерировать хаос. Понимаете, сегодня уже практически непонятно, где законодательная власть, где исполнительная, где судебная и правоохранительная. Все, как говорится, смешалось с двумя облонских. И фигуры, подобные Кудрину, они как раз вот призваны выполнять такую деструктивную роль. Когда произойдет смена и на кого произойдет смена, думаю, что смена планируется. Но она не будет позитивна для России. Это будет продолжение хаоса, поэтому могут появиться фигуры еще более одиозные, чем нынешний премьер-министр, предположим. Так что это вот продолжение все той же линии. И не надо думать, что эта линия, она только захватила Россию. Это глобальный процесс. Это процесс создания мирового хаоса для того, чтобы потом привести к власти того, кого они называют Машиаком, Мессией. А мы его, христиане, называем антихристом. Ну, я думаю, что Кудрин, конечно, не понимает всей этой мистической подоплеки, не понимает всей этой метафизики. Он просто некая пешка, некий биоробот. Я невысокого мнения относительно интеллектуальных способностей Кудрина. И даже я бы сказал, что в сравнении с Грефом он проигрывает, потому что Греф худо ли, бедно ли, но демонстрирует некие свои эзотерические знания. А у Кудрина этого не просматривается. Насчет его честности, ну, понимаете, если вы сводите честность только к тому, что он не замешан в каких-то коррупционных скандалах, то, может быть, да, честный. Но если говорить о честности в более широком контексте, то, конечно, его честным никак не назовешь, потому что он занимается гораздо более серьезными вещами, чем какой-то рядовой клептоман. Он продает Россию. Безусловно, значит, здесь генерируется хаос сверху. Ну, я должен сказать, что эта модель, когда генерируется хаос сверху, она не нова. Вспомните, скажем, февраль 2017 года. Ведь там тоже последовали очень интересные указы или приказы. Помните, приказ номер один по армии. То есть, фактически отменялся институт командиров назначаемых, и в армии вели демократию выборы командиров соединений подразделений. Вот разве это не пример такой революции, такого Майдана сверху? Так что я вижу много параллелей между февралем 2017 года и событиями лета и, скорее всего, осени 2018 года 21 века. А он пытается залезть в те дела, которые не относятся к компетенциям счетной палаты. Так что это грубейшее нарушение. Я помню, когда Степашин пытался немножко выйти за рамки тех нормативных документов, которые определяли задачи счетной палаты, как ему били по носу и по ушам. Он пытался проверить центральный банк. И ему сказали, что центральный банк, пожалуйста, не трогайте. Это не ваша компетенция. Вы работаете только с аудитом институтов исполнительной ветви власти. Центральный банк – это не исполнительная ветви власти. Правда, тогда на стойчем Степашину разрешили все-таки провести аудит, но очень частичный центрального банка. Он проверял только смету расходов центрального банка Российской Федерации. На фоне как раз того, что было при Степашине и даже вот при Голиковой, мы видим, что здесь происходит резкое неконституционное расширение полномочий. Ну, по крайней мере, заявление о таких полномочиях. Такие вещи обычно пресекаются в любом цивилизованном государстве. Если, значит, после заявления Кудрена не будет никаких реакций, ну, это, значит, лишний раз доказывает мой тейс о том, что у нас государства как такового нет. Ну, это на самом деле колониальная администрация, ее так правильно назвать. Дьявол, видите, использует всегда несколько нот для того, чтобы воздействовать на сознание людей. Поэтому всегда работает на неких контрастах, на белом, черном, сером. И в данном случае дьявол просто добавил мягко носков светлой краски. И у некоторых возникла такая аллюзия, что Кудрин стал совершенно другим. Нет, я вам должен сказать, что по большому счету пытаться пронять ход мысли Кудрина и какие-то колебания его души, это совершенно бесполезно, потому что это биоробот. Биороботы, они никаких собственных идей, никаких собственных инициатив не продуцируют. Они ретранслируют. И в этом смысле Кудрин прекрасный ретранслятор. И вот вы в самом начале меня представили, что я специалист по Кудрину. Да на самом деле мне Кудрин неинтересен, потому что я футбирка от бублика. Понимаете? А вот феномен, который иногда называют Кудрономика, ну да, может быть Кудрономика, потому что таких Кудрин у нас во власти очень много. Я вспоминал святителя Николая Сербского, который говорил, что люди являются на три категории – богоподобные, звероподобные и бесоподобные. Вот сегодня, как предсказывали святые отцы, все более появляется бесоподобных людей. То есть это антропоаморшные бесы. Вот к этой бы категории я отнес бы нашего героя.